Чем объяснить, что в пьяном виде у мужа проявляются лучшие его качества? Доброта, щедрость и так далее. В трезвом виде он очень хорошо их маскирует. Причина заключается в том, что женщина не выполняет свои обязанности. Надо понять такую вещь, что за доброту, щедрость, любовь в семье отвечает жена, а не муж. Если жена не растапливает атмосферу в семье, не делает ее счастливой, значит у мужа все самые лучшие качества будут проявляться только в пьяном виде. Потому что он водкой себя растопит, и в это время у него все пойдет как надо. Вообще-то, когда муж приходит домой, он должен просто заходя в квартиру пьянеть от любви жены. И в этом пьяном виде у него будет все проявляться. Потому что вообще у мужчины все такие вещи проявляются только в пьяном виде. Или в пьяном виде от любви к жене, или в пьяном виде от водки. Одно из двух. Иногда в пьяном виде от любви к Богу. Но понимаете, в обычной ситуации мужчина, он должен сражаться за существование семьи. Поэтому, ну представьте, если человек на поле битвы будет вот так, ура, всех любите. Ну что, от этого прибавится счастье у жены, что ли? Ну то есть мужчина, у него психика так устроена, он воин. Он сражаться должен за свою судьбу, за семью. То есть, ну так, поэтому в обычной ситуации в жизни у мужчины не работает система вот эта доброты, любви, вот так вот открыто. Она не работает, ее надо включать. Когда муж приходит домой, жена должна включить в нем любовь. Как это делать? Ну, у каждой семьи свои традиции, но обычно как это делается? Жена встречает мужа с порога. Она должна, не то, что он сам должен приходить, она должна его встречать. Она встречает его с порога и не дает ему даже подумать, как ему поступать самому. Она сама все за него делает. Она берет его, раздевает. Потом берет за ручку и его ведет в ванну. Должен под душем постоять, чтобы снять с себя энергию. К улице, чтобы домашним стать. Потом, когда он из ванны вышел, она идет его на кухню ведет. Сажает, кормит его с любовью. Потом он покушал, она ведет его на диван. Садится рядом, его гладит. И все, после этого у него включается система, и он начинает любить жену, детей. Он становится мужем в это время. Ну, становится тем человеком, который может подарить часть. Если она не понимает, жена, что в этом заключается ее женская обязанность, чтобы включить сердце мужа на домашний лад, то значит, оно само не включится. Мужчина не может сам включать свое сердце. У него нет такой системы, чтобы он сам раз и включился. Нет возможности. Только разумные мужчины могут это делать сами. В основном, мужчины не способны так трансформироваться, чтобы у них все само заработало. Очень трудно, это большая аскеза на самом деле. Но для женщины это естественно и легко. Она сама соткана из любви, и такие отношения для нее вполне нормальны. Поэтому женщины должны просто понимать, как себя вести правильно, чтобы у мужа не только в пьяном виде появлялась доброта, любовь, ласка, заботливость и так далее. Это вопрос уже, как женщины способны растопить сердце мужа. В зависимости от того, сколько у него внутри напряжения, столько надо прикладывать усилий. Пока женщина не выполнила свои обязанности перед мужем, когда он пришел, она не должна отступать. Она должна сражаться за мужа до последнего. Если он еще как бы зажат, чуть-чуть остался, надо дальше служить ему, заботиться о нем. Мужчины все записывают. Интересно. Женщины смотрят, мужчины записывают. Ха-ха-ха-ха. 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 Ха-ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха-ха. Продолжение следует...